Мы в эфире. Коллеги, добрый день. Все ли у нас подсоединились и подсоединяются? Давайте посмотрим на реакции в чате, чтобы было понятно, что вы здесь с нами, нас хорошо видно и слышно. Огонечки приветствуются. Итак, коллеги, здравствуйте. Еще раз сегодня я, Чистиков Андрей, и мой коллега Борис Дронкин. Здравствуйте. Проведем вебинар, который у нас посвящен такой интересной теме, как отчетность ВМС. Попробуем поговорить и разобраться в ее пользе и необходимости, и что она из себя представляет. Давайте несколько слов по таймингу сегодняшнего мероприятия. Буквально 5 минут это будет вступительная часть, вводная, преамбул, так сказать. После этого Борис будет освещать основную часть функционала. И в конце мы подведем некие итоги по сегодняшнему вебинару и постараемся ответить на все ваши вопросы. Давайте начинать. Для начала несколько слов о нашей компании. Для тех коллег и людей, которые впервые на подобном мероприятии и не знают или мало знают про нашу компанию. Хочу сказать, что мы уже 26 лет на рынке, и на протяжении последних 15 лет подряд мы являемся бессменным лидером по количеству реализованных проектов внедрения ВМС в России. Наша компания располагает самым большим штатом сотрудников. Более 350 человек. Среди интеграторов ВМС решений на рынке РФ никто не может похвастаться такими результатами. Это нашим клиентам дает четкую уверенность в том, что сроки внедрения и реализации проектов соблюдаются на 100%. А мы при помощи этого конкурентного преимущества можем реализовывать более 100 проектов в год. И все эти факты дают нам колоссальное преимущество и колоссальную базу данных для анализа потребностей наших клиентов и понимание рынка, что ему необходимо. И также предметом нашей гордости является тот факт, что наша компания тратит более 10% на R&D, на Research and Development. Мы постоянно дорабатываем наши продукты и выпускаем новые. Часть этого процента – это некое осмысление и систематизация лучших мировых практик и стандартов. Например, наша функциональная насыщенность ВМС базируется на стандарте VDI 3061 или концепция уровня ISM-конвергенции, которая обеспечивает бесшовность автоматизации различных логистических звеньев, таких как ВМС и ТМС. В том числе к разработке отчетности мы подходим по принципу сбалансированной системы показателей. о комплексе мы всестороннем анализе с различных точек зрения. И одной из таких доработок как раз и является создание отчетности в ВМС. Пользу отчетности для бизнеса вообще сложно переоценить, на самом деле, потому что анализ данных дает руководителям инструменты, которые они могут применять для улучшения компании и анализа статистики, которую бизнес получает из отчетности, можно увидеть тенденции развития рынка, эффективность конкурентов и своей компании, находить и улучшать слабые места, которые требуют особого внимания. При помощи всего этого можно корректировать ситуацию в бизнесе, принимать стратегические и тактические решения. Аналитика, как правило, собирается в два этапа. Создается отчетность для бизнеса, это постоянный мониторинг рабочих процессов и показателей прибыли, например. И производится анализ этой отчетности, выявляются причины того или иного изменения, выдвигаются гипотезы, они проверяются, выполняется поиск решений для улучшения показателей. Собираемая и анализируемая отчетность для бизнеса имеет несколько уровней доступа. И каждому уровню сотрудников на своем месте необходимы определенные данные и необходимы свои разрезы по этой информации. Поэтому различают следующие уровни. Отчетность для топ-менеджеров и учредителей представляет собой, постоянно собираемый другими сотрудниками, мониторинг данных за конкретный период времени, необходимый для сравнения этих периодов. Отслеживается динамика учета всех факторов в сравнении с целевыми показателями. На верхнем уровне топ-менеджеры получают данные по таким глобальным, наверное, вещам, как показатели в стране, в регионе, в отрасли. Отчетность для среднего менеджера, она дает более общее понимание картин того, как происходит и идет процесс сейчас. Позволяет планировать и оценивать работы уже на более мелких юнитах. Руководители отделов получают мониторинг ключевых показателей по сотрудникам, возможность анализировать более детально и проводить углубленный анализ по отдельным бизнес-функциям. И тем самым принимать, как я говорил ранее, стратегические и тактические решения по управлению бизнесом. Дальше мы уже переходим к более детальному рассмотрению отчетности в ВМС, какая она есть, для чего она нужна. И здесь я передаю слово своему коллеге Борису. Еще раз приветствую вас, всех, кто подключился, уважаемые слушатели. Сегодня мы затрагиваем действительно важную тему для склада. Это отчетность. Это отчетность в различных ее разрезах, в динамике, в статике. И потребность эта растет из проблематики. То есть я думаю, что руководителям склада, логистики разных уровней знакома эта проблема, что мне нужно понять ситуацию на складе здесь и сейчас, либо собрать какую-то информацию за период, чтобы понять динамику, понять вектор, что происходит сейчас со складом. И что в себя эта проблематика включает? Ну, в первую очередь, это сбор информации из разных источников. То есть данные у нас могут быть, во-первых, декомпозированы в разных системах. Там помимо самой складской системы, это еще нужно из корпоративной системы вытаскивать информацию, необходимы какие-то таблички, которые ведутся вручную. И из каждой из этих систем могут быть свои методы и подходы к выгрузке. Но если мы работаем, допустим, с таблицами, не с какими-то цифрами, а с движениями, там, где человек работает с техникой, еще часто встречающийся фактор, то, что при этом для полного понимания ситуации все равно необходимо устроить такую сессию обзвонов ключевых людей, чтобы понять, что то, что у нас сейчас в цифрах собрано, насколько оно соответствует тому, что есть в реальности, насколько там ситуация лучше или хуже в текущий момент. И здесь, соответственно, мы сталкиваемся с влиянием человеческого фактора, потому что кто-то, допустим, захочет как-то прикрыть свою ситуацию и не скажет, что там что-то укроет, не до конца информацию донесет. Там кто-то будет недоступен, кто-то операционно загружен. Соответственно, здесь мы получаем проблемы, связанные с временем. Трудоемкая дополнительная работа с данными также является очень важной проблемой, потому что, опять-таки, мы собрали информацию из разных источников, то есть у нас различные таблицы, у нас различные данные, у нас те данные, которые мы собрали с помощью звонков, и все это теперь нужно скомпилировать во что-то единое, во что-то удововоримое, что-то там интуитивно, визуально понятное. И здесь может начинаться вот эта вся магия, голдовство в Excel, или это ВПР, сводить это все, там, женить одни форматы с другими. То есть здесь на это нужно тратить очень много времени. Это и есть потери времени. Туда же еще как-то пытаться приплюсовать вкус на полученные данные. Ну и, соответственно, пока вот эта отчетность готовится, если у нас, например, стоит цель, что нужно понять разрез, текущий разрез, состояние склада, что у нас происходит вот ровно в эту минуту. Если мы тратим на это, там, час, два часа, три часа, то к моменту готовности этого отчета, его актуальность, ну, она уже довольно спорная. Что здесь может предложить наш флагманский продукт, к слот ВМС-Х5? В первую очередь, наверное, если ответить с точки зрения цифр, это более ста предопределенных отчетов. То есть что означает предопределенный? Предопределенные – это те отчеты, которые не требуют какой-то дополнительной разработки или какой-то настройки. Они уже в себе содержат в различных разрезах нужную информацию, но при этом их можно при необходимости настроить под себя, то есть как для всех пользователей системы, так и под себя конкретно, да, как-то сделать более, подсветить какие-то данные. То есть это как раз таки корнями уходит в преимущество платформы 1С8.3. Так как наше решение реализовано на базе данной платформы, соответственно, все преимущества этой платформы также распространяются на нашу отчетность, это и работа с СКД, это и визуализация данных, это и какая-то настройка персональная, там, повторюсь, да, для себя, для других пользователей. Если говорить про смысловую нагрузку, про наполнение, то мы в рамках нашей системы получаем полезную и актуальную информацию в режиме онлайн. То есть мы заходим в нужный отчет, система сразу собирает нам нужные данные, вот при необходимости это можно визуализировать, и нет необходимости эти данные из различных источников как-то собирать, компилировать. Ну и если мы там говорим, допустим, про режим онлайн, текущий срез данных, чтобы понять состояние склада на текущий момент, это также состояние склада в динамике, да, то есть мы можем анализировать какие-то движения, какие-то данные за период, опять-таки, в различных разрезах. Далее я вам уже на демонстрации непосредственно макетах покажу всю эту отчетность. И давайте поговорим тогда про разрезы аналитики. Мы опирались при подготовке на концепцию сбалансированных показателей, то есть BSC, это Balance Score Card. То есть мы на основе этого вывели разрезы аналитики, которые вот в проекции на склад имеет смысл вообще анализировать. Да, это вот первые четыре группы, это анализ текущей ситуации, то есть, опять-таки, что со слабым происходит прямо сейчас, в текущий момент. Что происходит с товаром, что происходит с ячейками, с эффективностью площадей складских, там по их использованию, что происходит с активностью пользователей. Далее это непосредственно эффективность самих процессов, то есть насколько оптимальны выставлены процессы с точки зрения каких-то ошибок, каких-то неточностей, времени выполнения. Далее это эффективность ресурсов, которые эти процессы обслуживают. То есть здесь можно сказать про, допустим, работников склада, которые ходят с терминалами сбора данных, выполняют работу. Основное это работа непосредственно с оборудованием, которое у нас используется. Далее важный параметр – это работа с клиентами, то есть склад обслуживает внутренних и внешних потребителей. Соответственно, для того, чтобы понимать, насколько у нас сейчас здоровые процессы, мы должны понимать, какое у нас количество корректировок в отгрузках нашим клиентам, какое количество ошибок при этих отгрузках. Также это можно повернуть в другую сторону, да, то есть встать на сторону заказчика, скажем так, и проверить, что у нас происходит с поступлениями на склад, то есть как мы работаем с поставщиками. Также мы решили заключить немаловажные индикаторы состояния системы, да, потому что система также должна быть здоровой, должна быть заплансированной, мы должны понимать, в каком она состоянии. Это контроль состояния системы, да, то есть в различных метриках. Ну, это уже с точки зрения такой больше администрированной самой системы, что позволяет нам, допустим, в будущем динамике не опасаться за какие-то проблемы, которые могут копиться. Да, там, допустим, большой объем данных у нас в текущий момент, который требует обработки, часть этих данных не нужна. С этим мы также можем работать. Внутри каждой группы, которую я сейчас описал, есть много предопределенной отчетности, но сегодня мы рассмотрим некоторые отчетности в ключевом, ну, в ключевых разрезах, наиболее актуальные. Все мы сегодня, к сожалению, подсветить не сможем. Так, коллеги, сейчас я перейду в демонстрацию экрана. Подскажите, пожалуйста, отметьте как-то огонечками или плюсиками, видно ли вам демонстрацию экрана. Да, есть. Вижу, что видно. Итак, с чего стоит начать? Ну, в общем, у нас в системе выделены подразделы, которые включают в себя различную аналитику, различные движения по различным направлениям и потокам, да, это там поступление, отгрузка, внутренние операции, управление ресурсами. И в каждой из этих групп есть ссылка на отчетность, да, то есть в данных разрезах у нас собрана отчетность, которая включается в то или иное направление. То есть, допустим, рассмотрим на примере раздела запаса внутренней операции, да, то есть это у нас больше уходит в анализ с точки зрения текущей ситуации. Здесь, наверное, для примера самый базовый отчет, который только может быть, это запасы на текущий момент, который нам позволяет понять, что у нас есть на стоке, в каком это находится состояние, то есть на годной, может быть, у нас уже что, то есть стекает срок годности и требуется принять какие-то операционные, там, организационные решения, это нужно там утилизировать, либо поскорее состав докрузить и продать. Понять, что из этого у нас зарезервировано, и что у нас в текущий момент с планами прихода и с планами расхода для наших товарно-материальных ценностей, которые находятся внутри склада. Здесь этот отчет, он такой многоступенчатый, многоуровневый, разделен по зонам, под зонам, разделен по ячейкам, по поддонам, и для более, там, удобной визуализации этот отчет может находиться, но кому-то удобнее работать с, там, более простой формой, то есть, допустим, здесь мы можем перейти в один из вариантов этого же отчета, но он упрощен, да, то есть у нас такая более линейная структура простая, это как раз-таки то, что я упоминал с точки зрения настроек самого отчета, то есть нам не обязательно пользоваться тем, что у нас дано, только, да, это можно под себя как-то поднастроить, чтобы было с этим удобнее работать. Это касается всей отчетности в рамках систем. Также, если мы говорим, то есть, допустим, здесь больше про цифры, если мы хотим поговорить о какой-то визуальной составляющей, у нас есть отчет схема склада запаса, то есть здесь представлена схема склада непосредственно, где цветом выделены текущие ячейки, что это нам позволяет понять. Опять-таки, здесь мы работаем в двух разрезах, это анализ текущей ситуации, то есть мы смотрим и понимаем, что у нас вот визуально на текущий момент, насколько у нас эффективно используются, насколько заполнены складские площади. И для более детального анализа мы можем, допустим, провалиться в конкретный стеллаж и посмотреть на схеме, какие конкретно чьи заняты, то есть насколько с точки зрения, опять-таки, эффективности процесса это заполнено, потому что, допустим, предполагается массовый отбор, коробочный, штучный, а у нас какие-то там востребованные палеты еще находятся на высоких ярусах. И ниже, опять-таки, знакомый отчет остатки, который выводится в разрезе данного конкретного стеллажа, то есть, опять-таки, это можно как-то там для себя подвинуть, нужно наличку, на ней сделать акцент и посмотреть, что у нас происходит с текущими запасами на складе. Если же погружаться в более детальную историю, то мы можем обратиться к отчету заполненности ячеек, который нам позволит рассмотреть с точки зрения зон, насколько у нас сейчас заполнены стеллажи в зонах, места хранения в зонах. Как с точки зрения просто процентного соотношения, чтобы понять, вот, допустим, у нас сейчас зона коробочного отбора, там, по размерам заполнена на 5%, вот, а зона хранения заполнена всего лишь на 1%, да, то есть, склад только начинает запускаться, начинает туда заводиться остатки. Помимо какой-то обобщенной там аналитики по размеру, мы можем смотреть на ВГХ, то есть, смотреть на заполненность по объему в текущий момент, на заполненность по массе. Здесь мы можем, то есть, подвязываться на ту аналитику, на тот разрез, который, там, для вашего конкретного склада является ключевым, вот, и, происходя из этой информации, понимать текущую картину анализа текущей ситуации и эффективность использования ресурсов и процессов. Ну, и дальше аналитика связана с процентажом заполненных ячеек, пустых ячеек, как в итоге для всего склада, что у нас стало на 98% пустой, вот, и с точки зрения заполнения, ячеек, что у нас, там, на данный момент заполнен всего лишь 1%. Если продолжать тему анализа эффективности процессов в текущей ситуации, мы можем посмотреть на классы объектов хранения за период. Что это такое? То есть, мы можем настроить в рамках системы классификацию для товаров, там, с различных точек зрения, допустим, с точки зрения, там, оборачиваемости, с точки зрения подходов за товаром, то есть, с точки зрения актуальности. Мы задаем критерии актуальности, исходя из этих критериев, мы классифицируем наши товарные запасы, и дальше мы можем в динамике посмотреть, насколько изменялся спрос на те или иные товарные запасы. Система сама пересчитывает в зависимости от количества прощений, допустим, класса товаров, мы видим, что у нас какие-то товары были класса А, их расхватали, и там, в дальнейшем они не пересчитывались, какие товары были класса Б, и после чего там ушли в класс С, кто-то из класса Б пришел в класс А, то есть здесь мы можем понять, как там в разрезе текущего момента, так и в разрезе периода, который можно здесь настроить, что у нас происходит с актуальностью товара. Также, если там как-то более, то есть отходить от классификаторов, переходить просто к оборотам товара за период, мы можем также сдать период, детализировать так, как нам нужно, то есть здесь нам могут помочь настройки отчета, в рамках которых мы можем задать нужный нам разрез отбора, то есть только определенную товарную группу, допустим, или только определенное товарное именование, или только определенную зону. Все это можно сюда добавить, вывести, для того, чтобы понимать тот срез данных, который нам нужен, и здесь анализировать по движению товара за период, сколько у нас было количество какой-то товарной единицы на начало, сколько у нас за это время пришло товара, сколько у нас за это время товара ушло, и, соответственно, количество на конец, то есть на конец периода. То есть здесь можно смотреть вход-выход и оборот товара за какой-то конкретный период, смотреть, что у него в текущий момент происходит с движениями. теперь давайте поговорим об эффективности ресурсов. Для этого у нас есть спектр отчетов по выработке исполнителей за период. Это может быть как в разрезе исполнителя, так в разрезе периода, так в разрезе оборудования, но здесь я приведу пример с точки зрения выработки исполнителей с терминалами сбора данных. То есть здесь мы можем увидеть детализацию выполняемых операций, соответственно, кто эти операции выполнял, их результат, да, то есть, ну, успешно, без расхождения или успешно, но были определенные расхождения, то есть, допустим, мы выбрали при размещении не ту ячейку, которую нам система спланировала, а соседнюю, и мы это допустили с точки зрения настроек, соответственно, система трактует это как успех, но с расхождением. Если были какие-то ошибки, серьезные расхождения, также в результате это отображается. Мы видим количество операций, выполненных, да, в разрезе там конкретного потока, то есть, там, допустим, если мы посмотрим на контроль отгрузки к составу, у нас там было выполнено три операции, дальше по детально, сколько времени там для каждого исполнителя заняло выполнение этой самой операции в часах. Но здесь, опять-таки, отображение мы можем перенастроить, так как нам нужно, да, там, условно, отображать все это дело в секунду, но там в разрезе большого периода секунды здесь будут очень большие цифры, поэтому я решил оставить в часах. Важный параметр – время по норме, да, то есть здесь, помимо самой выработки, мы можем также посмотреть, насколько скорость обработки той или иной операции соответствует норме выполнения операции. То есть у нас за это отвечает настройка в регистра средней нормы выполнения операции, там, где мы выбираем поток, период, с которого эта норма начинает действовать, норма выполнения этой операции, да, то есть здесь есть различные варианты, как мы можем к этому подойти, к расчету нормы. Первое – это, там, самое простое проверенное, что у нас берутся там сотрудники, которые делают быстрее всего операции, сотрудники, которые там немножечко тормозят, человек ходит с секундомером рядом, замеряет их среднее время выполнения, дальше мы ловим дельту и вот эту дельту вставляем в норму. Это вариант номер один. Вариант номер два более автоматизированный, то есть когда мы ничего не замеряем, все замеряет система, система нам выдает выработку среднюю, которая у нас есть, мы ее дальше уже транспорнируем в эти нормы выполнения операций, и эта норма может меняться в зависимости, опять-таки, от конкретной смены, либо от типа оборудования в том числе. Соответственно, при заполненных данных по норме выработки мы получаем здесь наличку времени по норме, и здесь, соответственно, можем потом какое-то процентное соотношение для себя поймать и использовать это из-за того, что это персонифицировано, то есть это в разрезе каждого исполнителя. Мы видим всего человека, который выполнал эти операции, насколько он успешно, насколько быстро их выполнял, и это можно использовать потенциально для либо мотивации, да, если мы видим, что какие-то сотрудники там быстрее всех, больше всех делают, и это мы можем проверить там по разрезу как объемы, массы, так и количество упаковок, либо количество там целых палет различных типов, так и, допустим, как сигнал о потребности в перестройке какого-либо бизнес-процесса, потому что мы видим, что все люди, кто там и хорошо, и не очень хорошо справляется с результатами, делают это одинаково долго, скорее всего, проблема не в ресурсах конкретно, это, скорее всего, проблема в эффективности процессов на текущий момент. Ну и, соответственно, выработка, нормирование операции – это измеримый результат, который можно сравнить как со складами там внутри там вашей компании, организации, группы компаний, так, соответственно, вовне вашей компании, то есть с конкурентами. Продолжая тему, мы также можем рассмотреть расписание работ по воротам, да, там на текущий момент, то есть понять в разрезе текущего времени, какие ворота у нас свободны, какие заполнены и какие окна у этих ворот заполнены. На текущий момент, что запланировано, мы смотрим, мы можем увидеть загруженность ворот на текущий момент, особенно актуально это для высокой интенсивности складов, там расписание 2,4 на 7, да, потому что ворот нужно распланировать под каждую погрузку, под каждую выгрузку, и здесь мы это можем понять, ну, здесь у нас сейчас на почете ситуация идеальна, у нас все оборота свободны. Если говорить о работе с клиентом, то, ну, что это, это рекламации, это ошибки, это корректировки, то есть, соответственно, в общей сумме это у нас деньги и репутация, это то, что влияет напрямую на деньги и на репутацию. Здесь мы можем прибегнуть к отчетам, там, допустим, по точности отгрузки в текущий момент. Здесь мы можем понять, там, для какого контрагента, по каким конкретным документам у нас были либо задержки при отгрузке, когда нам особенно известно плановое время отгрузки, от которого мы должны отталкиваться, когда у нас все-таки товар был отгружен. И, допустим, здесь по правилам выделения у нас идет, что товар, который был, то есть заказ, который был отгружен позже запланированной даты подсвечивается, что может стать поводом для анализа ситуации, для разбирательства, в чем причина, почему так произошло. И мы можем посмотреть на то, были ли корректировки для этих заказов, то есть, был ли отгружен какой-то излишек, либо мы открузились недостачей после корректировки, что-то на складе не нашлось. Здесь конкретно мы детально, трудно понять, что конкретно было упущено при отгрузке, и для этого можем пойти в анализ корректировок по заказам на отгрузку. Здесь увидеть прямо с точки зрения наименований и количества, что у нас корректировалось, в какой момент корректировалось, какие даты. И при необходимости, если мы провалимся в сам заказ, мы можем увидеть причины корректировок, которые должны заполнять операторы при корректировке самих заказов. То есть здесь, в разрезе этого, мы можем понять, что у нас, насколько здоровые процессы отгрузки, и насколько клиент нами доволен, сколько ошибок мы допускаем. Одна из метрик, которая позволяет сделать нужные выводы. Если же поменяться, допустим, местами, как я говорил, и проверить, насколько у нас все хорошо с приемками, мы также можем зайти в отчет о точность приемки и рассмотреть, когда у нас, согласно плановому времени, то есть у нас плановое поступление прописано, что в полночь должна была прийти машина, мы приняли ее, соответственно, на 11 часов позднее. Это также подсвечивается дальше. Это тоже повод для разбирательств, почему конкретно так произошло. В общем, провалиться в нужный документ, там проанализировать, да, либо уже непосредственно по отчетности, связанной с корректировками ожидаемых поступлений, там понять более детально, что у нас корректировалось в рамках обработки входящего потока. Вот. И вот эти данные у нас разбиты по различным отчетам, если же говорить про что-то, частые требования, частый запрос наших уважаемых заказчиков, наших клиентов, мне нужно что-то, мне нужен дэшборд, дэшборты сейчас в моде, потому что они действительно помогают визуально отразить текущую ситуацию раз, и два интуитивно просто вслед на нее понять, что у нас происходит. Вот это у нас монитор диспетчера склада, который позволяет нам понять в разрезе текущего времени, что у нас на складе происходит. Да, то есть количество состояния текущих поступлений входящего потока, текущих заказов исходящего потока, ну, в различных разрезах, да, то есть здесь, допустим, у нас идет количество строк, ну, это такой максимально универсальный параметр, при необходимости можно, там, говорить в упаковках, либо в документах, либо там в параметрах ВГХ. Вот. Соответственно, отслеживать это все также в показателях ниже, на текущий момент, если у нас есть норма выполнения операции, мы также будем понимать, сколько нам потребуется для этого человека часов и прогноз исполнения, исходя из активности текущих пользователей, то есть сколько человек у нас сейчас в системе находится с ТСД и готовы выполнять эту работу. Ровно то же самое происходит с заказами. И мы можем оследить динамику в разрезе дня, то есть в разрезе суток, который мы сейчас рассматриваем, так и в разрезе месяца. По динамике понять, то есть у нас есть столность к сезонным нагрузкам, допустим, и это позволяет спланировать ресурсы, зная, сколько потребовалось для обработки предыдущих, в предыдущие дни определенный процент динамики и запуске. Так, далее, наверное, все-таки стоит прийти к группе 5, о которой мы говорили, это состояние системы, то есть, допустим, мы можем рассмотреть анализ активности пользователей, то есть это не те люди, которые работают с терминалами, а те, которые работают непосредственно в системе. С точки зрения 1С предприятия, это администраторы, это операторы различные, здесь мы можем проверить их активность. Сколько у нас было часов работы в системе, да, активных, такие были выполнены изменения в документах, справочниках, так, сколько у нас было ошибок в зависимости от, там, номерной рабочей недели, вот, и сколько предупреждений системы вытуда, то есть сколько потенциально некорректных действий он выполнен, да, там, он или она, пользователь. Далее мы можем это же посмотреть, то есть, опять-таки, средства визуализации уже более так в диаграммах, то есть увидеть, сколько у нас было введено документов, созданное изменено документов, по справочникам ту же наличку, и при необходимости это же можно вывести с точки зрения ошибок и предупреждений, с которыми пользователь сталкивался. Полезный отчет – это контроль состояния системы, который позволяет нам понять в текущий момент, что у нас система происходит, какие у нас есть ошибки возникали в самой системе, да, то есть, опять-таки, кто-то что-то не так сделал, или кто-то где-то не обновил конфигурацию, там, с точки зрения администрирования системы, возможные причины и рекомендации, по устранению, если они предусмотрены, все это выводится сюда с разрезами по датам, по количеству этих самых зарегистрированных ошибок на текущий момент. Ну и, наверное, опять-таки, с точки зрения администрирования мы можем проверять по конкретному пользователю, какие у него на текущий момент есть права доступа, опять-таки, в различных разрезах подробно, неподробно, что ему позволено сделать на текущий момент, с какими объектами системы он способен работать, да, чтобы при необходимости эти права ему скорректировать там либо в минус, либо в плюс. Так, на этом давайте я завершу демонстрацию экрана, и мы вернемся, да, к нашей презентации и сделаем выводы, потому что, к сожалению, время подходит к концу. Итак, что нам дает, какие дает возможности наша система при работе с отчетностью в различных разрезах, на различных уровнях управления, это понимание текущей ситуации, понимание динамики за период, да, для того, чтобы мы могли спрогнозировать или понять ошибки, истоки, оследить динамику и убедить слабые, сильные точки работы склада. То же самое касается оценки эффективности ресурсов, то есть насколько наши исполнители СТСД, насколько наши пользователи хорошо отрабатывают, требуется ли как-то их замотивировать, либо требуется нам как-то изменить бизнес-процессы, то есть эта индикация происходит. Это визуализация, то есть это и дашборты, и средствами платформы 1S8.3 можно всю эту динамику выводить, как я демонстрировал, в какие-то диаграммы, пай-диаграммы, просто обычные диаграммы смотреть, непосредственно саму динамику, ну и, конечно, широкие возможности параметрических настроек, да, то есть здесь мы не говорим о доработках системы, ну, хотя, опять-таки, 1S8.3 с открытым кодом все это дело позволяет, а именно параметрических настроек руками без привлечения программистов, там, где можно под себя что-то конкретно настроить, либо же настроить что-то удобное и транспортировать это на всех пользователей. То есть вывод такой, что мы получаем экономию времени, то есть когда у нас есть вся эта отчетность, и мы не собираем ее, не тратим на это время, на обзвоны, то есть вместо двух часов, по сути, мы тратим две минуты, вот, это наличие цифр, которые подтверждают позицию складского менеджмента на различных совещаниях, будь то просто там планерка на складе с утра, там, другой, который собирает работников, либо это какие-то большие собрания с высоким руководством, ну, и, соответственно, объективную оценку результатов, то есть мы можем не опираться на то, что вот у нас такие проблемы, мы делаем так медленно, потому что у нас происходит что-то на складе нехорошее, мы просто видим цифры, мы видим динамику, и исходя из этого понимаем объективную ситуацию. И принимаем, собственно, решение. Да, правильно решение. Да, ну, на этом, наверное, у нас закончено.